приветствую вас на канале репетиторской империи сегодня мы поговорим с вами о том как за неделю подготовиться к егэ по литературе мы с вами будем говорить о практических советах о том что время ограничено о том что стратегия подготовки к егэ у каждого может быть своя но конечно же напоминаю вам что интереснее всего результативнее всего готовится к егэ именно с репетиторской империи итак начинаем нашу работу эффективная подготовка очень важно поэтому каждый может для себя продумать тот порядок работы те блоки работы которые необходимы для того чтобы точно все успеть например тестовая часть тестовая часть с которой мы работаем читая отрывки или лирики или прозы например драма да эта мысль это тайминг мы следим за временем или сочинение мы обдумываем мысль мы набрасываем ее на черновик в виде минимальных стрелочек букв слов каких-то кусочков цитат и мы переписываем черновик на голове опять-таки следим за время то есть то есть блоки теста части теста элементы теста те же самые смысловые блоки сочинений это все то что каждый может продумать сформировать сформулировать и тренировать самостоятельно работаем дальше советы по подготовке в основном каждый может формулировать для себя сам но обратите внимание например один день один год один блок ну скажем лирика да какие стихотворения я знаю какие стихотворения я помню частично на уровне цитирования необходимого нидли сравнения и тому подобное или один день есть один формат сочинение например это формат работа с лирикой это формат сравнительного анализа обдумывания лирических произведений и тому подобное. То же самое касается прозы. Или один день, один жанр. Например, проза, драма, лирические произведения. Или один день, одно произведение. Обратите внимание на ситуацию. Одно произведение, то есть оно уже, конечно же, когда-то прочитано, но необходимо пролистать, буквально пролистать, просматривая, вспомнить какие-то детали, посмотреть на последовательность, увидеть, что есть фабула, увидеть некие элементы сюжета и тому подобное. То есть наполнить себе эту информацию и разложить ее по полочкам в голове. При этом для каждого могут быть отдельные, нужные, наиболее актуальные направления подготовки. Конкретные темы, разделы, области, авторы, конкретные произведения, как угодно. Каждый решает в зависимости от того, что он видит наиболее сложным, например, или наиболее необходимым. То же самое. Ответить себе на вопрос, например, какие лирические произведения я знаю наизусть? Речь идет о выученных наизусть лирических стихотворениях. Можно говорить о том, что выучен Лермонтов, выучен Пушкин. Например, выучены произведения по лирике философской, выучены произведения по тематике поэта и поэзии, выучены стихотворения блока «Родина» в восприятии поэта и тому подобное. Как угодно, каждый опять-таки может формировать это сам для себя. Или, например, список деталей. Список деталей в произведении художественном, которые я помню. Вот обратите внимание на эту очень важную ситуацию детали. Деталь может быть любой. Например, это две фиалки, которые лежат в табакерке Чичикова Павла Ивановича. Например, так. Это та ситуация, которую мы помним. И этой табакеркой, этой содержимой, он щедро делится с окружающими. Или какие произведения для работы с 11 заданием, я помню хорошо. Обратите внимание, эти произведения выделены в кодификаторе жирным шрифтом. Очень важный момент. И эти произведения, конечно же, нужно хорошо помнить. Опять-таки мы говорим о сюжете, о фабуле, о главных героях и т.д. и т.п. Работаем дальше. Давайте посмотрим, например, как можно взглянуть на тему 11 задания. Демоверсия ФИП. Вот обратите внимание, 11 задание, наиболее сложное, это с 20 с лишним баллов. Смотрите. Например, страницы истории в отечественной литературе на примере произведений Пушкина, Толстого, Шолохова. Обратите внимание, формулировка уточнена. Мы можем говорить о страницах истории на страницах романа «Капитанская дочка», автор Пушкин. Мы можем говорить о страницах истории на страницах романа эпопеи «Война имя Толстого». Мы можем говорить о страницах истории на страницах романа эпопеи «Тихий дом». То есть для того, чтобы помнить, что есть страницы истории, мы в любом случае помним содержание этих произведений. Мы помним фабулу, мы помним сюжет основных героев и т.п. При этом, опять-таки, напоминаю, например, деталь, да, мы помним, что есть носогрелка, это трубка, которую курит капитан Тушин во время Шанградинского сражения. Именно его подвиг, абсолютно незамеченный окружающими, становится основой того, что российская армия терпит, ну, скажем так, не настолько сокрушительное поражение, да, но, опять-таки, все внимание к тексту романа. Поэтому работа с одиннадцатым заданием, это тоже отдельная работа. Посмотрим на другой, скажем так, подход. До срок, до срок ЕГЭ-литература 2024 года. Обратите внимание на формулировки, да, духовной деградации личности на примере произведения одного из писателей, Фанвизин, Чехов. Посмотрите на ситуацию следующим образом, Чехов, да, например, Иваныч, молодой доктор Старцев приезжает в город. И через несколько десятков страниц молодой доктор превращается в языческого бога, в Иваныча. Он превращается в человека, который пересчитывает купюры денежные и относит их в банк. Он проходит через такой процесс деградации в описании блестящего пират Чехова. Или Чехов человек в футляре. Смотрите, у нас получается следующая ситуация. Внешние футляры Меликова, да, это футляр, который сразу бросается в глаза. Это калоши, это поднятый воротник, это зонтик, это черные очки и тому подобное. Но, кроме того, мы замечаем в тексте Чехова, что футляры бесконечны. Гроб – это наиболее надежный футляр для Меликова. Но остается еще несколько футляров. Это город, в котором живут эти люди. Это пустые разговоры, это пустые сплетни, это пустое времяпрепровождение. Это пошлость, которая царит повсюду. И поэтому слово деградация мы можем рассматривать через эти многослойные футляры в произведении Чехова. Поэтому работа с 11 заданием – это та работа, которая требует логики. Разумеется, знание клише. И, кстати, напомню вам, заветное слово репетиторской империи при изучении литературы – вагончики. Вагончики – это те логические блоки, которые абсолютно результативны при работе с 11 заданием. Дальше. Самостоятельная работа с материалом предполагает два направления. Первое – это тексты. Сайт royallib.com – это электронная библиотека. Вы можете скачать любое количество документов в формате Word, в формате РТФ и так далее, с тем, чтобы они были в удобном для вас виде и могли быть вами использованы. Это может быть распечатка, это может быть перенос информации на компьютер, на телефон, как вам угодно. Самое главное, чтобы, например, эта информация в удобное время была у вас под рукой. По дороге, куда-либо в транспорте, вы можете открыть телефон и повторить лирику. Или, распечатав какое-либо произведение, вы можете, лежа в кресле, кстати, или сидя в кресле, прихлебывая чай, перелистывать распечатку какого-либо произведения. То есть, речь идет о том, как человек привык работать и, конечно же, на какой результат. Далее. Еще два сайта – literaturas.ru и goldslid.org. Обратите внимание, это сайты, которые предлагают информацию аналитического характера, в том числе. Это материалы для сочинений, это отдельно взятые характеристики героев, это анализ произведений, биографии писателей и тому подобное. И обратите внимание, отдельно на сайте literaturas.ru есть еще иллюстрации к произведениям. Это очень важно. Как раз в одиннадцатом формате один из часто встречающихся вопросов следующий. Что вы посоветуете художнику-иллюстратору, скажем, который работает над мертвыми душами Гоголя, да? Вот как раз рассматривая иллюстрации на сайте literaturas.ru, вы можете сформулировать те свои пожелания, которые затем изложите в рамках одиннадцатого формата. Дальше. Конечно же напоминаю, что по всем вопросам, которые касаются вашей работы над литературой, каждый ученик может написать боту по ссылке в описании. Это само собой разумеется, это бесплатно. Наши репетиторы всегда помогут вам, всегда все объяснят. Не забудьте, что, конечно же, это сертифицированные эксперты, которые отвечают на вопросы, которые рассказывают, поясняют, помогают, поддерживают. Это очень важный момент, поэтому не забывайте, конечно же, об этом. Дальше. Работа. Работа с блоками, работа с форматами сочинений. Посмотрим на ситуацию следующим образом. Вопросы. Вопросы, которые каждый может задать себе. Например, формат ЕГЭ и структура заданий. Что мне понятно, что не понятно, что я знаю, что я не знаю. Например, знаю ли я все клише всех форматов заданий и сочинений. Четвертый формат, пятый формат. Знаю ли я параметры вагончиков 11 формата для доказательности текста. Очень важный момент. Дальше. Практика эффективного решения каждого задания. Что получается, что не получается. Что получается медленно. Что получается быстро и всегда правильно. И тому подобное. Очень важные вопросы, на которые необходимо для самого себя сформулировать ответы. Дальше. Разбор самых сложных заданий именно для меня. Что получается, что не получается. Что необходимо доработать. Или что непонятно совершенно. Дальше. Структуру выполнения всей работы по шагам, блокам, частям. Как угодно. Обратите внимание на ситуацию. Удобно, неудобно. Какие блоки мне наиболее удобно выполнять в первую очередь. Какие блоки требуют сосредоточенности. Какие блоки требуют предварительного отдыха. Чтобы одну, две, три минуты отдохнуть. А затем перейти, скажем, к работе над 11 сочинением. Что понятно, что непонятно. И тому подобное. И еще очень важный момент. Своеобразная изюминка. Мои личные секреты, лайфхаки, универсальные цитаты, мои личные мысли, мои личные выученные лирические произведения с кодификатора, которые удобны. И т.д. и т.п. Обратите внимание, каждый имеет свои личные секреты, свои лайфхаки, свои удобные приемы для работы. Это очень важный момент. Работаем дальше. Алгоритм работы. Вот, обратите внимание, в зависимости от формата задания, мы работаем с сочинением. Ну, скажем, мы читаем текст лирического произведения, выполняем тестовую часть и готовимся к работе над четвертым форматом. Скажем, доказать, что относится к философской лирике. Обратите внимание, прочтение текста, медленное, внимательное. Текст лирического произведения необходимо почувствовать, необходимо услышать. Необходимо услышать ту самую копиль, которая звенит в произведении. Необходимо почувствовать те запахи, которые описаны. Это очень важный момент. Затем отдых, разумеется, максимально краткий. Просмотр текста и работа с ключевыми словами. Рассмотрение, обдумывание, логики доказательства происходит уже само собой. Затем схема, схема черновик, называйте как угодно. Это буквально начало слов, буквально некие стрелки, обрывки слов, какие-то нужные куски цитаты и так далее, которые помогут выстроить последовательный текст вашего сочинения. Очень важный момент. Обратите внимание, не забудьте время-время тайвинг. Это очень важно. Дальше. Как мы работаем, например, над 11 сочинением. Опять-таки, обратите внимание, алгоритм возможен индивидуально. Итак, мы обязательно отдохнем. Обязательно. Перед 11 форматом обязательно отдохнуть. Черновик. Мы просматриваем, обдумываем. Еще раз проверяем. Затем мы помним, что в черновике, разумеется, должно быть то, что называется аналитическое цитирование. Должно быть то, что называется декомпозиция, само собой. И черновик мы дорабатываем очень быстро, конечно же, до такого состояния, чтобы просто его превратить в головик. То есть просто его, не думая, перерисовать. То есть мы говорим не только и не столько о написании ручкой, сколько просто о рисовании неких красивых знаков, которые абсолютно четко, корректно соединены между собой и так далее. С тем, чтобы мы видели абзацы, с тем, чтобы были четко выписаны знаки припинания, кавычки и тому подобное. То есть это в итоге должен быть прекрасный рисунок. Обратите внимание. Работаем дальше. Рекомендации самого себя. Вот обратите внимание на следующее. Работа с кимом. Работа с кимом целиком, конечно же, это работа на время. Мы говорим о максимально высокой скорости работы. Но при этом рекомендации самому себе можно сформировать следующим образом. Например, проза. Мы работаем с кимом, начиная с прозы. Мы прочитали прозаический или грамматический отрывок. Мы выполнили тестовую часть, написали оба сочинения. Дальше. Лирика. Мы прочитали лирическое произведение. Мы представили, мы вдохнули этот аромат того, что есть лирика русской поэзии. Мы написали оба сочинения. Дальше. Отдых, конечно же. И работа с 11 заданием. Не забудьте. Мы несколько минут подряд читаем, только читаем эти формулировки 11 задания. 11.1, 11.2, 11.3 и так далее. Минимум 3-4, а то и 5 минут. После этого мы выбираем одну тему. Одну тему. И размышляем над ней еще минимум 3-4-5 минут. И только после этого мы начинаем с максимальной скоростью набрасывать схему. Схему, которая превратится в черновей. Обратите на это внимание. И, конечно же, не забудьте. Мы говорим о доказательности и о процессе доказывания. Это очень важный момент. Не забудьте, конечно. Дальше. Кроме работы интеллектуальной, кроме работы с текстом, с заучиванием, работы с цитированием, работы с клише, кроме работы с декомпозицией и тому подобное, нужно помнить о себе. Нужно заботиться о себе. Не забывайте об этом. Стратегии управления собой различны. Различны для каждого. Например, техника снятия стресса. Того, что есть стресс, есть утомление, есть перегруженность информацией и материалами. Физические упражнения, медитация, прогулка и тому подобное. Дальше. Установление ожиданий. Я хочу. И соотнесение с уверенностью. Я могу. В прошлом году в репетиторской империи у меня было 11 стубальников. 7 из них это стубальники по литературе. 4 из них стубальники по русскому языку. И вот как раз это соотношение ожиданий. Я хочу и я могу. Это то, что на примере их работы можно было увидеть очень и очень четко. Очень интересная ситуация. Потому что их могу в итоге превысило я хочу. Если уж так рассуждать. Дальше. Поддержка. Меня поддерживают. Можно даже составить список. Друзья. Члены семьи. Меня поддерживают те, кто находится в каком-либо сетевом сообществе. Конечно же поддерживают эксперты репетиторской империи. Всегда можете рассчитывать на их поддержку. Далее. Что есть важное? Важно это сон. Важно это сон. Желательно еще и спать днем. Хотя бы полчаса. 30-40 минут. Не более того. Важно разнообразное питание. Перерывы учебы. Это очень важно. Вот обратите внимание. Можно взять наушники. Можно на телефоне включить необходимое воспроизведение текста. Расскажем. Аудиокнига. Штука интересная. И во время прогулки по парку прослушать еще раз. Скажем Евгения Онегина. Вспомнить цитату. Мы все учились понемногу чему-нибудь как-нибудь. И так далее. То есть перерыв в учебе. Это в то же время возможное. Подчеркиваю возможное. Использование времени для работы. Далее. Личное управление своим временем. А это очень важно. Не зависеть от телефона. От телевизора. От сериала какого-либо. Не зависеть от отношения к вашим занятиям. Это очень важно. Прогулка в парке или просмотр телевизора. Все-таки каждый может выбрать для себя самостоятельно. И подумать о том, что прогулка в парке это всегда более результативно. Это очень важно. Поэтому личное управление своим временем. Не забывайте. Подведем итоги. Мега-забег. Мега-забег. Это очень интересное слово. Это слово в репетиторской империи обозначает усиленную, целенаправленную и очень результативную подготовку. Которая помогает буквально за одну-полторы-две недели подготовиться к экзамену. Можно все повторить самостоятельно. Но под руководством экспертов. С использованием блестящих материалов это всегда намного более результативно. Можно повторить и всю теорию, и всю практику. Мега-забег 9.0 в репетиторской империи. Это примерно неделя для того, чтобы доработать теорию. Для того, чтобы повозиться, скажем так, с практикой. Это прямые эфиры на YouTube. При этом, конечно же, плюшки. Ну или подарки. Это разборы вариантов. Это вебинар к психологам. Это шпаргалки, авторские гайды, материалы репетиторской империи. Для работы с материалом ЕГЭ. Поэтому напоминаю, что готовиться к ЕГЭ по литературе интереснее всего, результативнее всего, конечно же, с репетиторской империей. Под этим видео жду ваших замечаний, жду ваших комментариев. Ну и, конечно, до встречи на занятиях в репетиторской империи. Всего доброго, удачи вам! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok